навыки ремонт и легкое оружие выбрали с вами вот предлагаю основные давно ремонт оружие играть мы будем за снайпера развивать как я уже говорил из нашего героя снайпер нам необходимо ремонтировать оружие использовать любые виды огнестрельного оружия и умело скрываться в тени разными там укрытиями чтобы нас враг не заметил чем я говорю менее заметны для врага берем скрипность так легкой 35 ремонт 35 то есть на 15 очков увеличивается эти параметры будут прокачиваться у нас быстрее чем страну наши основные навыки странные все навыки которые мы не выбрали они второстепенны их можно прокачивать при помощи журналов книг процессе процессе игры мы обязательно возьмем еще один призовой навык чтобы у нас была возможность использовать любые виды энергетического и как лазерный пистолет мы должны будем наш герой должен использовать любое ну я не приверженец тяжелого оружия хотя не спорю что использовал навык два раза в принципе можно играть с этим навыком и это уже будет другой стиль игры вам придется как я говорил сказать на себе больший вес тяжелое оружие очень много весит в отличие от легкого оружия тоже можно причислить категории легкого оружия немного весит ну что ждать дальше не будем забегать вперед история давайте выберем историю предлагаю я уже выложил целую серию роликов на тему несчастный раб сбежал историю сбежавшего раба вот мы собственно и выберем историю сбежавшего раба свою нелегкую жизнь вам приходилось выполнять грубую незатейливую работу что сказалось на вашей физической форме силы значит у нас будет увеличена на 2 вернее на 2 единицы переносильный вес будет увеличен на 50 неплохо сможем с вами носить много вещей найдем на просторах пустоши новой калифорнийской республики на учет на учебу уже у вас совсем не было времени да и кто будет обучать жалкого раба интеллект естественно у нас уменьшается на 2 единицы ну чтож чем-то приходится всегда жертву да приходится приносить жертву другие особенности работорговцы будут стрелять в вас сразу же только заметят что на вас надет не снимаемый рабский ошейник да это на наше клеймо нам придется наценить на шее дурацкий ошейник который ну вкратце забегу вперед где-то можно провести параллели с сюжетом фильма ошейник есть такой лагерь владельческий парадис фолз вот там на его территории все рабы обязаны носить такой ошейник ну собственно говоря им этот ошейник надевают как скоту вот этот ошейник он заминирован там такая взрывчатое устройство прикреплено к ошейнику оно срабатывает как в фильме в одноименном фильме не помню он так назывался ошейник с Рудгером Хауэром это звали актриса забыл короче говоря американский в общем давайте звать ее как ее там эй ты как тебя там вот и они обязаны были находиться все время на территории этого лагеря там речь шла о заключенных здесь у нас идет речь о рабах рабово-ладильческом имении вот и рабыни не должны удаляться от определенной зоны слишком далеко потому что если расстояние будет выше допустимого то ошейник взрывается ну соответственно да раб связан как говорится по рукам и ногам убежать он не может под страхом смерти вот теперь нам осталось только поспать давайте схоронимся на новый слот что ли да новый слот парочку схоронили сделаем итак да терминал нас не интересует он слишком сильно усложняет игру да там есть опции которые если мы включим если мы их включим да то на нас будут грубо говоря нападать в каждом городе то есть там это значительно усложняет игру и я даже не представляю может быть как-нибудь попробуем с вами но не сейчас то есть что это вдруг несчастного раба будут постоянно нападать жители городов что им собственно сделал этот раб да просто пришел и попросился к ним да мы с вами потом пойдем в мегатон обязательно кто играл тот знает и там обоснуемся купим домик вернее не купим а за одно благородное дело которое мы совершим нам этот домик подарят бесплатно если шериф рукас симпс он надо я всех помню ладно мы сбегать далеко вперед поспим и начинаем это ерунда скорее всего зависит от того что слишком много модификации установлено поверх оригинала какие-то модификации возможно друг другом комплектуют так вот они перки пожалуйста наши способности нужно выбрать нам подарили уровень новый уровень собственно говоря смотри не вижу ну что ж давайте это как подарок чисто такой бонус за то что мы выбрали судьбу несчастного раба просто благоволит судьба типа да посмотрите на 5 очков увеличиваем легкое оружие скрытность и на ремонт на 35 диабет по максимуму давайте вот так и теке вернее вот скрытность 35 а ремонт повыше ремонт нам понадобиться значит скрытность для начала 35 единиц хватит так потом уже последствия мы получим следующую добавим ну и конечно же так и вот наши перки наши способности да я бы наверное начал именно с этой способности прежний ученик может принципе каждый из них способность черч описание на английском языке черч зарядка это добавлен способность добавленному одной из модификации она позволяет кто знает английский хорошо и переведет говоря никто и слова я перевести поэтому уж не обессудьте с этим перком вы можете приобретать можете использовать оружие на бегу да 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 использовать ваше оружие благодаря моду нас стоит у нас включена возможность бегать иногда использовать спринт который активируется нажатием клавиши вот дальше бейбейсболист годы в детской бейсбольные лиги убежище тачили ваши навыки удары и броска кто хочет может использовать здесь в принципе тоже эти вот способности выбор из этих способностей уже зависит напрямую вашего стиля игры кстати говоря очень полезный навык для тех кто любит воровать в игре это не возбраняется но имейте ввиду даже в игре это не приветствуется но на уровне игры сказать вас будут обязательно если заметят что вы что-нибудь утащили окажется рядом свидетели воровства то вам будут относиться хуже вас улучшается репутация ну как и в предыдущих играх от компании битреса собственно говоря навык воровство очень полезен когда надо раздобыть что-то что-то необходимое вам необходимое вам требуется для выживания боеприпасы медикаменты и я хочу вас ответить саду мы будем пользоваться этим навыком потому что нам необходимо выжить как известно слишком добрые люди они слишком добрые готовы отдать свою последнюю рубаху при этом да при этом совершенно не задумываясь о том что это может привести к гибели способность интенсивной тренировки позволяет добавить одну очку к любому и бою с противником женщиной вне бой у вас уникальные реплики разговоре с противоположным при общении с женщиной ворюга говорил будем пользоваться сейчас как и ваш любимый папочка посвящаете много времени интеллектуальным изысканиям получаете дополнительные 5 очков наука и медицины вот так то имеется ввиду что в оригинальной версии нашего героя есть отец не важно мужчина женщина у нас есть отец в оригинале который покидает убежище и отправляется известно куда он одержим идеей очистить всю воду очистить всю воду во всяком случае касается новой калифорнической республике вот и благодаря этому мы можем в принципе выбрать навык и последовать за своим отцом стать таким же ученым вот тоже здорово также определяет ваш стиль игры если вы больше любите интеллектуальные игры интеллектуальные игры интеллектуалов так сказать прилижный ученик с каждым уровнем способности прилижный ученик вы получаете дополнительно 10 процентов общей сумме очков опыта всякий раз когда они вычисляют тоже полезный навык сейчас мы его брать не будем первую очередь а вот навык владение огнестрельным оружием первую очередь у нас приоритет вы увлечены огнестрельным оружием во всех его видов с каждым уровнем способности фанатик оружия вы получаете дополнительно пять очков навык уже ремонт и необходимо как вода опа небольшую глюк не страшно а собачка но она лежит не нам но я вам обещаем обязательно тоже обзаведемся собачка кажется глаза разные это такая казалось бы немаловажная вернее наоборот незначительная деталь что у собаки глаза разные но о чем так говорить что она не совсем собака так сказать все какое-то мутирующее создание которое остановилось вот на таком этапе преобразования да сначала у нее меняется цвет глаз а потом начинается видимо вырождение более что-то такое мутантообразное вот так оно и происходит возможно возможно что у собаки разные глаза и по другой причине вот но как и говорил мы обязательно разыщем собачку такую же она будет нас сопровождать во всех наших с вами приключениях дадим ей имя какое-нибудь ну игровыми средствами средствами игры этого сделать здесь нам не дают мы будем называть эту собачку царь царь а посетитель добро пожаловать храм единения здорово это глава пока что мне все равно все мы беглые рабы я возьму с тебя торжественную клятву что ты не выдашь на аспарадис фолса работорговца пока я не получу ее ты отсюда не уйдешь ты так даешь слово в принципе это давайте сразу договоримся я буду убирать варианты ответов и читать про проговаривают эти варианты но если что-то не услышите то вы можете прочитать на паузе я торжественно клянусь защищать храм единения мы обязательно выберем этот вариант ответа в этом диалоге но и почитаем другие варианты если бы знать это заранее нагибы моей тут не было выпустите меня отпусти меня или богом клянусь я веру твоё долбанное горло или сердце звучит не очень наверное он имеет ввиду что я вырву тебе кадык да или что-то такое ну как-то перевели так алиповато здесь звучит не очень красиво а защищать беглых рабов не очень красиво да и вариант ответа естественно тоже больше подходит под стиль плохого персонажа то есть мы отыгрывали роль плохого персонажа я бы ответил так ну они любители эту роль плохого персонажа вот защищать беглых рабов а защищать беглых рабов да ты шутишь бабок стоить так же нужно было выбрать этот вариант ну не буду повторяться собственно и так поняли что мы уже будем отыгрывать роль хорошего персонажа нормального человека побывавшего в рабстве переживший все тяготы и решения этой рабской жизни мне нужно подумать если мы выберем этот вариант говорят диалог будет прекращен мы можем вернуться к нему позднее ну конечно выбираем я торжественно клянусь защищать храм единения мы будем защищать наш дом твой дом твое прошлое твое личное дело пока ты служишь нашему общему делу идем всех очищать знак нашего доверия вот ключ от ворот так вот нам сразу дали ключ от ворот ну говоря это может можно сравнить с включением ключей от города ну собственно говоря это что вроде города для беглых работ последний последнее прибежище для беглых работ храм единения что это каменная голова ну речь идет о Лимке голова Лимка это Авраам Лимк великий освободитель мы не знаем как она здесь оказалась что она подходит как подходит а как тебе довелось побывать в рабстве а вернее так тебе довелось побывать в рабстве что это тут делает банда беглых рабов спасибо мне пожалуй пора вот это тот вариант что это тут делает банда беглых рабов довольно подозрительно потому что там вполне возможно и видит сведу что мы хотим этих рабов то есть мы отыгрывали роль по хорпии персонажа так вот этот вариант скажи всего именно это и значит мы хотим сказать узнать побольше о беглых рабах для того чтобы потом сообщить об этом кому следует да какой нибудь рабовладельческий вагерь ну да что если мы взговоре с каким мы да рабовладельческими гильдиями да ну здесь он нас заподозрит в этом соответственно не расскажет нам будет держать язык за зубами да так тебе довелось побывать в рабстве я был рабом 23 года с тех пор как мне исполнилось 14 шесть лет назад мне удалось избежать от хозяина с тех пор он охотится за мной когда я нашел здесь голову Линкольна я понял что это знак я должен помогать остальным рабам освободиться я основал храм Единин убежище для беглых рабов отовсюду так давайте рискнем я правда не помню что этот вариант к чему нас приведет мы же сохранились да давайте рискнем мы пытаемся создать безопасное убежище для всех веков а что нормально мы даем пищу и припасы всем кто к нам приходит и помогаем им сейчас такой раз с какой целью ты интересуешься а ты что этот заслан не казачук что ли типа да да нет такого не будет но я все таки пасал что этот вариант диалога там более два варианта ответа привел бы нас на плохую дорожку чего я хочу избежать почему ты не позволишь им поэтому отвечать надо очень осторожно соняты нормального персонажа благородного лица почему ты не позволишь им остаться здесь почему бы тебе просто не убить их не забрать все что у них есть все остальные так и делают ну сами понимают это благородное дело но можно задать еще один вопрос можно задать еще один вопрос проделка и правда благородная ну почему ты не позволишь им остаться здесь надо обязательно менять место дислокации там неплохо ну да и мы тебе в этом поможем сейчас какое-то время не сразу потому что я сам еще такой биограф без без денег без еды без ничего может быть там где-то в кармашке пару колбасок завалялось какие-то колбаски ну наверняка нас тут не обидели так сказать припасы не снабдили а нет насколько я помню здесь начинаем абсолютно с пустыми карманами игру что у вас вообще-то опасно где это место я хочу переселить своих людей к мемориалу великого Авраама Линкольна но мне нужно убедиться что там безопасно я слышал что там вокруг полно супермутантов мы должны сначала послать кого-то проверить и под этим кем-то ты имеешь в виду конечно же меня да понятное дело ну что ж я могу избавить вас от супермутантов если они там есть но вообще-то это очень дурацкая идея ты не станешь отбивать если придешь хоть одну ночь в кандалах мне надоело оправдываться он как будто не знает что я и сам побывал в рабстве ну естественно сами с вами историю я могу избавить вас от мутантов если они тут есть да пожалуй но не сразу сейчас нам обзавестись крутыми пушками надо быть не стрельное оружие вообще хоть какое-либо оружие вообще ничего нет кроме монтировки да по-моему у нас мы начинаем вдруг это с монтировкой да мы не будем нас избавить от супермутантов с помощью монтировки с помощью большую подвиг для раба мы не можем уйти пока он не готов представляете пойти сейчас в Вашингтон собственно где происходит там идет война супермутантов с братством стали вот и прийти туда с одной лишь монтировкой и попытаться разбить башку кого нибудь мутанту естественно у нас положат потому что там не один мутант а целая армия мутантов собственно сами понимаете идти туда сейчас самоубийство что за штука какая нужна камера естественно знаем что это за штука что это за глава мы и так уже поняли это глава президента одного из президентов штата Абрама Линк ну что ж ну что что за штуку он был каменщиком его почетный долг восстановить мемориал как можно лучше он донимает меня неделями чтобы я достал ему какие-то нужные вещи сейчас у меня нет на это времени знаем что штука чертер потому что Калеб не знает как выглядела раньше монумент Абрама там или Линк потому что был рожден я так понимаю здесь где-то ну в каком-то из поселений ни разу не было в Вашингтоне там вечно идет война с там ну там если туда ходить опасно маленьким детям вообще скорее всего этот Калеб был здесь уже был воспитан Ганнибалом ну какая добавила себя так сказать будем с вами импровизировать где-то чтобы нам было интересно и веселее играть роль нашего раба давайте ладно спросим что-то за камня хотя мы так знаем и так просто прикольнуться дважды спросить об одной и той же ну ладно спасибо Ганнибал мне пожалуй пора было приятно пообщаться спасибо что ты меня вообще сюда привел иначе мне бы на пустоши настала смерть наверняка как и там или окончил жизнь на крюке в виде мяса какого-нибудь рейдерском логове незавидная судьба так ну что ж с кем нам еще надо поговорить баги сплошные вон собака летит по воздуху не обращая внимание на законы гравитации да каким-то ступеням невидимым скарабкалась эй песик ты в конце концов должна отыгрывать роль нормальной собаки этих самых сверхъестественных способностей у тебя нету ты почему-то летаешь над полом словно птичка непонятно сплошные баги и это даже без установки модификации поверх оригинала игры просто сам оригинал забил многочисленными багами ладно друзья мы увидимся с вами в следующей серии с вами был страйкер берегите себя в следующей серии в следующей серии в следующей серии субтитры